МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Германские нацисты и их приспешники из других государств Европы вторглись в СССР не только для того, чтобы покорить, поработить страну. В их картине будущего мироустройства не предусматривалось существование ни Советского Союза, ни его народов. И советские люди это понимали. Противопоставив врагу беспредельное мужество, стойкость, силу духа, глубочайшую веру в правоту нашего дела. Бой идет святой и правый. Смертный бой не ради славы, ради жизни на земле. Чеканные строки поэта точно выразили то, чем жила тогда страна. В суровые годы Великой Отечественной войны сотрудники органов НКВД, НКГБ показали образцы отваги, высокого профессионализма, беззаветной любви к Отечеству и первыми вступили на защиту безопасности Родины. Мы расскажем о деятельности специального подразделения органов государственной безопасности НКГБ БСР «Березина». О том, как ее бойцы вступили в ожесточенную схватку с фашистскими захватчиками и их спецслужбами и внесли неоценимый вклад в освобождение Бобруйска. 2 февраля 1943 года окружением и разгромом трехтысячной группировки войск противника завершилась Сталинградская битва. Победа в ней ознаменовала начало коренного перелома как в Великой Отечественной, так и во Второй мировой войне в целом, которые закрепили победы войск Красной армии в битвах под Курском и за Днепр. Стратегическая инициатива перешла к советской стороне. В это время при Могилевском подпольном обкоме Коммунистической партии большевиков Белоруссии в Кличевских лесах была создана специальная группа НКГБ БССР «Березина». Возглавил ее Иван Макарович Стельмах, а его заместителем стал Иван Александрович Лебедев. Оперативная обстановка в районе боевой деятельности бойцов «Березины» в тылу вражеских войск была достаточно сложной. Здесь находились многочисленные охранные дивизии «Вермахта», а также полевые комендатуры. Гитлеровцы, стараясь погасить нарастающую волну массового партизанского движения, проводили одну за другой карательные операции с целью уничтожения партизанских отрядов и бригад. Несмотря на это, диверсионная деятельность чекистских групп и отрядов была постоянной головной болью фашистов. Искусно маневрируя на местность и опираясь на поддержку населения бойцам спецгруппы «Березина», удавалось наносить удары по захватчикам в неожиданных для них местах. Огонь войны против нацистов разгорался с новой силой. В результате их деятельности под откос шли вражеские эшелоны, взрывались мосты и автомобили, ярким пламенем горели коммуникации оккупантов, уничтожались фашисты и их пособники. Операция «Багратион» проводилась в обстановке строжайшей секретности. Важную роль в подготовке ее проведения сыграли органы НКВД, военные разведки и контрразведки. В связи с тем, что Бобруйск располагался на направлении главного удара в ходе проведения операции, командующий Первым Белорусским фронтом Рокоссовский просил руководство НКГБ ВСР предоставить разведывательную информацию для наступающих войск, а также усилить диверсионную деятельность в городе и вокруг него. Березинцы вместе с семеновцами и храбрецами уверенно и самоотверженно готовили Бобруйский котел. Участниками спецгруппы с помощью связных проведен ряд успешных диверсионных операций в Бобруйске, в Могилеве, Орше, Шклове разведчиками спецгруппы получены важные сведения о воинских перевозках и укреплениях врага в районе Бобруйска. Во время диверсий ими взорвано семь вражеских эшелонов и четыре склада. Характерной в боевой деятельности бойцов спецгруппы была активная диверсионная работа на шоссейных дорогах. Взорвана 51 автомашина с живой силой и военными грузами. Во время боевых столкновений спецгруппой уничтожено почти 500 вражеских солдат и офицеров. В послевоенное время они продолжали борьбу с оставшимися по указанию своих хозяев шпионами и диверсантами. Всякого рода бандитами, пока не наступил мир и покой на нашей земле. Ушли в историю трагические военные годы. Остались обелиски погибших бойцов Березины и многих других сотрудников государственной безопасности по всей Могилевской земле. Наша святая обязанность в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков не забыть и не предать забвению их подвиги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова